Метус донорност, акформидонист Иди нахуй! Я курю, потому что иначе я чувствую себя лопушком опущенным, а так типа я крутой. Я в фильмах где-то видел, что люди курят. Круто ли это на самом деле? Не знаю, не знаю. Тай похуй. Ведь видео у нас не про сигареты, а про тик-ток. Заметьте, я всегда в струе хайпа, да? Вот только что-то новое появляется, проходит пару лет и вот он я. В целом это видео создано для школьников, которые оглядываясь задаются вопросом типа А почему вокруг одни это имбецилы и идиоты, дебилы? Им в ответ говорят, это ты дебилы, имбецилы дау. Но нет, они не правы. Действительно сейчас очень много кретинов, которые сгруппировались в одну... Есть такое слово сгруппировались? Насрать. Скооперировались в одну огромную группу блог. Они окружили нормальных детей, записывают свои рожи на тик-токе. Они адекватные, они ходят такие, смотрят по сторонам. Ну типа, что случилось? Я хочу дать вам вот этот глоток свежего воздуха, глоток моей спермы, понимания в конце концов. Чтобы вы не чувствовали себя одними в этой войне. Теперь нас двое. Что такое тик-ток? Ну у тебя и вопросы. Ну как сказать? Я даже не знаю, как это вот описать. Это не социальная сеть, это типа явление какое-то массовое, как анархия или что-то такое. Но я могу это продемонстрировать, так сказать, визуально, да? Смотрите, я вас возьму с собой, но ты не вставай, короче, просто сиди, дебил. Сейчас, секундочку. Смотрите, да? Это планка хуевого контента. Где-то вот здесь находится контент из Инстаграма, да, он чуть-чуть повыше. Где-то здесь находится Титаник. А планка контента тик-тока, она находится где-то в погребе у сатаны, у дьявола, да? Даже он туда не спускается так низко. Только к самым низшим и опущенным, мерзким, ужасным славям общества. Он делает это раз в тысячу лет, и где-то там спрятана под горой трупов планка тик-тока и его контента. В процессе моего обзора я буду вставлять тик-токи, немножко на них реагировать, зачитывать свой текст, который я подготовил. Вот он у меня тут на мониторе, ну ты не видишь? Блядь, да развернись, дебил, вот, как горох об стену. Ну, насрать, хочешь, сиди. Да, текущий тик-ток перерос в нечто большее, чем эпилептический припадок, отдаленно напоминающий танец, что ли, я хуй знает, под музыку для быдла. Теперь это болотистая жижа из вайнов, мемов, танцулек, мелодрам и юношеского максимализма. Ну, несмотря на то, что в эту социальную сеть вкатилось много постороничных детишек, да, которые якобы это высмеивают всё, общего положения дел это вообще никак не изменило. Между делом, вы тоже устали от слащаво-мультяшных игр? Ну, для начала ты не напрягайся, бро. Даёшь реалистичность, брутальность, нечто тёмное и эпичное, потрясающее, проще говоря. Raid Shadow Legends. Лично мне игра зашла благодаря своему режиму Битва на арене. Именно здесь вы можете проверить свои скиллы против других игроков и добыть себе славу. Ну, а теперь вы можете играть в Raid как на мобилке, так и на ПК. Версии взаимосвязаны, графика на ПК-версии просто потрясающая. И как в мобильной версии, игра абсолютно бесплатна. Вы можете найти меня в игре под ником Pudge. Raid проводит специальный конкурс для всех новичков, который скачает игру по моим ссылкам в описании в период с 1 по 31 января. Raid разыграет 6 iPhone 11 Pro Max среди случайно выбранных участников. А также Raid проведёт розыгрыш специальных призов. Среди самых прокачанных новичков, 3 игрока, которые достигнут самого высокого уровня среди других до конца месяца, смогут получить. За первое и второе место крутые игровые ПК. И MacBook Air за третье. А чтобы стать участником конкурса, не забудьте подключить свой аккаунт к Facebook или Plarium ID. Все дополнительные подробности о конкурсе вы найдёте на сайте конкурса по ссылке в описании. Так чего ж ты ждёшь? Прямо сейчас переходи в описание под видео, качай Raid только по моим ссылкам и получи 50 тысяч серебряных монет. А также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Удачи и жду тебя в Raid. Сук, я только сейчас осознал то, что мой телефон, да, который сейчас мне как прожектор светит моё пидорское ебло, понадобится мне не в качестве фонаря, а в качестве телефона. Ведь я буду смотреть вместе с вами тиктоки, блядь. Короче, свет немножко пропадёт с этой стороны, но вы не обращайте внимания, потому что я всё тот же урод, да, знаете, неважно, хоть 10 фонарей захуярить вокруг моей головы, НЛО на меня, блядь, направить, и где-то в центре Зенит-арены меня поставить. Всё равно вот это уёбище, оно не изменится, ребят. Это наследственное. Ебать, охуеть. Вот такого, кстати, говна я вообще не ожидал. Но это хороший тоже пример тиктокера, если так подумать. При этом очень опрятного, красивого мальчика такого, да, парня. Хочется сказать, парень. Я помню, мне говорили, да, просто потому что я дрыщ, как ты будешь в армии, Рома, как ты будешь в армии, тебя отпиздят и отъебут. Будут же в армии трахают пацанов в жопу, насколько я знаю, но я не уверен. Но этому парню не стоит по этому поводу переживать, я думаю. Он получит то, что он хочет. Всем привет, продолжаем. Новые рубы, куда ты садился смысл? Не суди. Ну это прекрасное стихотворение, замечательное вообще, и парень очень приятный. Я ему даже завидую. Скажите, чему здесь можно завидовать? Очень удобно, ты вроде как бы и с публикой работаешь одним глазом, а вторым можешь с Моника зачитывать. Действительно, как Санта-Клаус на метамфетамине или после химиотерапии, хуй его знает. Прикольное видео, обращаясь к автору данного ролика, хочу сказать, молодец, что не стесняешься. Вот мне стыдно, например, себя показывать, а ты молодец. Ты открытый, честный парень. Ты позвонишь в 12 ночи и скажешь, я люблю тебя, но алкоголь в крови не вечный, он терзется лишь до утра. На утром встанешь, мне напишешь и скажешь, это пьяный бред, но все мы знаем, самый честный, это пьяный человек. Классная заруба у него, эта травма полученная на забиве с хачами, судя по всему. Но лицо тоже, заметьте, такое миловидное, прям такой вот мальчик, не хочется его назвать парнем. Он очень хочет этого, да, он хочет, чтобы его назвали мужиком, поэтому он взял папину бритву или мамину от ног, я хуй знает, и здесь вот эту полоску себе захуярил. Выглядит, конечно, смешно, кстати, в тиктоке очень много таких чуваков, которые себе выбривают какую-то залупу на брови. Это отметина тиктокера, самый честный человек, это пьяный человек. Ну, вот это видео в качестве доказательства, что это именно так, как ты и сказал, бро. А ты давно висишь здесь? Пять секунд? Пять минут? Поехали, давайте пять минут. Хватит уебоваться, гадали. Автор сценария Лев Толстой. Кстати, в чем смысл, я так и не понял, потому что, ну, если бы она реально замедлила время и фильм был... Фильм? Какой нахуй фильм? Говно вот это, да, тикток был, скажем так, о любви, либо отношениях, то, по сути, парень должен был когда очнуться, такой посмотреть, сказать, о боже, бля, съеби нахуй отсюда, шкура, у меня же есть подруга, девушка, любимая, я хочу от нее детей. В чем это говно вообще было? Наверное, там более глубокий посыл, чем я способен понять, что я вообще знаю. Смотрите на этого идиота, реально, ну, просто на лице написано по физиогномике, сука, даун. Это кошмары, это реально кошмар каждого пиздюка, что его пахан где-то на даче начнет записывать тиктоки. Пап, перестань, не надо этого делать, ты можешь иначе себя как-то показать. Хочешь привлечь внимание, ну, так сделай это, как все нормальные отцы. Избей бомжа. А почему зло побеждает? Ну, типа, там идет парень с девушкой, какой-то будло задевает ее плечом, ну, только баба так на самом деле поступит, заденет другую бабу плечом. Парень вступается, и по итогу, короче, и шкура, и парень огребают пиздюлей. Рома, ничего, глубинный смысл, это просто развлечение. Так не весело ж, ну, типа, параша какая-то сратая вообще. Начнем с аудитории тиктока вообще, шо это за ублюдки? Ну, это, как правило, дети, да, ну, некоторые старше меня. Это тот же, бля, самый ребенок просто в коже постарее. Следующая отличительная черта тиктокеров, то, что вне зависимости от пола у тиктокеров их фемининность, да, всегда доминирует над их маскулиностью. Сейчас поясню попроще. Вы встречали, знаете, таких женоподобных мальчишек, иногда встречали женщин, да, таких мужественных, сильных, как будто это баба с яйцами говорят. Так вот, здесь всегда доминирует женственность в тиктокере, абсолютно всегда. Даже если он пытается там вся выставить, знаете, мамин бандит, бабин хулиган, ебать, я курю жирный блант, это блант из ширинки моего кента. Это все равно, как будто баба делает, выглядит очень неестественно. Я не верю, что эти люди могут даже попиздиться. Третья черта тиктокера, это их интеллект, да, интеллект тиктокера находится в зачатке. То есть, не могу сказать, что его нету, чуть выше, чем какие-нибудь животные, но очень приближенные к некоторым из них. Я бы сказал, что это искусственный интеллект, да, но я боюсь обидеть нейросети. Сейчас кому-нибудь нейросеть гугла слушает это и думает, бля, чел, ну какого хуя? Я запрещаю тебе гуглить через себя, иди нахуй. Готов? Ну, для начала она вот так вот сделала, заметили, типа вот так вот стоит. Ой, надеюсь, не попадет в кадр. Ну, вообще, это вербовка тиктокера, как вы могли видеть. Это нереально больно, господи, как ты это выдержишь. Но мне уже больно. Саша, ты такая осна наша. Руку могу понять. У тиктокеров есть своя огромная армия, войска, и вот так вот их вербуют, эпилируют мамочки. Блядь, мне жалко этого пацана на самом деле, потому что его мама, он не виноват, что его мама записывает тиктоки. Руку могу понять. Так больно. Это так больно. Его же побить могут за такую хуйню. Я, конечно, уехал из России, возможно, она суперлиберализировалась, и вы теперь Европа. Не воспринимайте, тиктокеры, то, что я говорю всерьез. Я просто завидую вашей возможности быть собой, проявлять свои эмоции. Сам-то я забитый хикекамори. Я, кстати, также завидую шлюхам за их умение сосать мужской хуй и цепным псам за возможность не питаться пищей, а жрать свое говно. Я вообще завидую всем уебкам в этом мире, реально, вот просто потому что я хуйсос. Привет. Знаешь что, ты постоянно меня игноришь. Занятая ты какашка. Я не удивлюсь, если ты не посмотришь это видео, потому что ты даже не прочитаешь мою смс-ку. А если ты ее и прочитаешь, ты просто ответишь смайликом. Типа, отвали. Бля, ты поможешь просто помолчать и все, пиздец. Я могу понять его друга, на самом деле. Если бы у меня был вот такой кент, я бы давно его в черный список захуярил, потому что супер назойливый, гиперэмоциональный такой сгусток женской энергии. Ну да, ну да, пошел я нафиг. Знаешь, если ты досмотрел это видео, то отправь мне сердечко. Вот я и узнаю, как ты смотришь мои смс-ки. Ты должен благодарить этих людей, потому что создается впечатление, что ты абсолютно невыносимый. Именно вот это слово не в смысле, что ты душнил, а просто, бля, невыносимый. Девушки, если хотите сильно достойного и хулигана, выходите замуж за пацанов из Таджикистана. Асаламу алаеку. Согласен, кстати, салам, пацаны. Когда я слышу таджик или узбек, я так и представляю реально сильного бандита такого. У каких-нибудь школьников, да, обиженных, у них в головах сразу такая картина уборщика где-то в Москве. Но лично я согласен. Это все очень интересно, не буду особо выебываться, потому что я хочу еще немножко пожить. Всем привет! Мы слием экзамен. Уважайте нам удачи на экзамену. Ебать. Ну, надеюсь, экзамену будет не по русскому языка. А то у тебя явно будет двоечка. Ну, тоже интеллект на лице, как всегда, да? Охуеть, реально, вообще. Нахуй школу, нахуй школу, обоссал стул препода. Интересного рода протест. Конечно, ты школу этим нахуй не пошлешь. Ты просто поднастрешь пожилому человеку, вероятно, обоссав его рабочее место. Я такое осуждаю. Как бы это смешно не было. Ох, мамка, потом тебе, сука, таких пиздюлей даст. Если узнаешь, что ты спалил ее бабки. Ты жгешь книги, да? То есть, как Гитлер. Непробиваемый дебил, что ему, мать, стала покупать не разные учебники, а кучу одних и тех же учебников ЕГЭ. Потому что он вечно сжигал и говорил, нахуй надо, нахуй... Ты делаешь какие-то слайшоу в своем утюбе, вместо презентации на урок. Ты поссоришь всю школу. Зачем мне эта школа? Я блогер. Бля, не могу понять возраст. Типа, это ровесница моей мамы или лет 16? В любом случае, напиши мне. Знаете, кстати, вот интересная штука, и это сейчас не троллинг. Многие именно искренне задаются вопросом, почему тикток существует. И не в качестве шутки, как я сказал. Могу ответить нормально, без приколов. Вместе с тем, как технологии вокруг тебя прогрессируют и автоматизируются, то есть тебе не нужно больше пиздавать в соседнее село, кричать, Зина, ебать, дай стакан попить. Да, ты просто скидываешь ей смс, и Зина приходит со стаканом воды к тебе домой, и ты его пьешь. Автоматизируется, я не понимаю, почему. И подход к таким понятиям, как, например, юмор или слава. Вот на примере юмора, стендаперы, да, они искренне верят, что юмор можно структурировать и вышлинить из него основные элементы. Ну, с чем я искренне, блядь, не согласен, ибо для меня в ебущихся котах, или когда собака ебет бомжа, например, на видео, больше комедии, чем, например, вайнах, которые строятся четко вот по этой структуре. Теперь каждый еблан шутит по формуле сетап панчлайн. Также почему-то и слава автоматизируется, знаю, звучит безумно, типа, всегда за славу нужно было бороться, теперь это не надо делать. Вот у нас есть уникальная возможность быть бездарным хуесосом и прославиться. Уже не нужно быть хоть сколько-то уникальным и стараться над производством контента. Можно даже, блядь, не разговаривать, вы вообще понимаете? Можно прославиться, даже не разговаривая вообще. Тут за тебя и видеоряд смонтируется, музыка сама подставится, все, что тебе требуется, это дрыгаться вот так вот и беззвучно шевелить ртом. Мне кажется, все стремится к тому, что в скором времени люди станут прислонять свое ебало к экрану, а на выходе будет самогенерироваться фильм с их участием в главной роли. Останется только мериться, у кого больше Оскаров, и все. Блядь, я себя так смачно харькнул, все в слюнях теперь стекает, даже на мойник попал. Нахуя иметь вот такие длинные волосы, свисающие, да, как патлы до плечей, если приходится постоянно их вот так вот поправлять. Они видели один кадр, да, какой-то из рекламы или фильма когда-то в своей жизни, как я когда-то увидел сигарету и подумал, что это круто. Всего один кадр, где какой-нибудь чувак вот так вот делает. И все, они считают, что это нужно делать каждые 5 секунд по КД, знаете, как способность в ВТФ режиме в дотке. То есть без перезарядки, вот так вот шук-шук-шук-шук-шук. Вот ты себя там нализываешь. Думаешь, ты станешь еще более эгейски выглядеть? Нет. Лично в моей компании таких людей нет. Если я окажусь в такой компании, я из нее просто сбегу из горячего дома и опять очень слащалась. Заметили, что уже грань между мужчиной и женщиной стала крайне трудно различить, да, в ТикТоке. То есть смотришь какое-то время, тебе вообще кажется, может, это девушка. Кстати говоря... Нет, ну это парень, мальчик. Сладенький такой, знаете, петушок. Ебать там аватарка у чувака, такое скукоженное лицо, как будто въебал 10 лимонов. Занюхал мефом, ебать. Сожрал жопу кошки полной говна. Не видали, кстати, бандиты такие блохи, выбегают, зерги и батирашат просто протасов. Стоит отметить, что сам по себе ТикТок это скорее явление положительное, чем отрицательное. Вот именно ТикТок. Не ТикТокеры, не люди, а сам по себе ТикТок. Ибо он служит своего рода черной меткой долбоеба. Например, раньше тебе бы понадобились недели, чтобы вычислить дегенерата. Ибо дегенераты очень хорошо это маскируют. И полностью раскрываются как личность дегенеративная такая даунская в течение очень долгого времени. Это подло с их стороны. Сейчас же очень удобно, что на фразу «А у меня есть аккаунт в ТикТоке» можно незамедлительно ответить ударом в область, сука, КДК. Именно КДК, ибо главная задача не повредить, а убить нахуй. Я королева. Я не с планета. Слышь, ты что такая? Хули нет, да. Достойно, да. Типа, да тут даже достоинство не надо, чтобы кому-то отдрочить или отсосать. На самом деле, нужно даже его лишиться, думаю, частично. Не удивлюсь, если ты реально бахал кокс. Хотя, зная Российскую Федерацию, да, в твоем детстве, дед, мы оба с тобой это знаем, все ебашили героин. Пахан, наверное, какой-нибудь врач, да, там, смотрите, сколько конина ему приносят. Говорит, спасибо вам большое. Надеюсь, ваша дочь будет бухать, ебать. Дочь такая, разно знаю, воу, воу, я сегодня нажирусь, жопу в школу. Ну, ты бухать, конечно, не будешь, и вообще, что это за такое стремление у маленьких девочек быть какими-то шлюшками? Здесь есть человек по фамилии Шелк? Да, есть, он стоит возле микропиздочной какой-то иконы. Гарри, налей этим людям выпить. Все остальные по домам. И судя по высоте потолков, это вообще где-то в коробке записано. Посмотрите, он вот так вот рукой может достать до потолка. Где ты живешь, тиктокер? Вас где выращивают, нахуй? Ну, что это за инкубаторы такие? Это квартира? Хули она такая низкая, ебать? Я-то живу в замке, у меня вообще похуй, я король мира. Фу, наконец-то я это закрыл. Да, пока я сидел в тиктоке, у меня сердце начало колотиться. Чувствую, будто пульс разогнался где-то до 200 ударов в минуту. Мне стало жарко, не побоюсь этого слова. Ну, душновато прям. Ну, собственно, вот такой вот был обзор. Не знаю, что вам сказать. Ну, слышали, что Медведев там, да, его правительство в отставку уходит? Ну, это я сделал, ебать. Ставьте лайки, аху-ху издать. Подписывайтесь на канал. Рад вас был видеть. Меня, конечно, бесит, что ты, сука, все время молчишь. Тебе что, тебе сейчас сложно хотя бы слово мне сейчас сказать? Ну, давай. Да ладно, я тебя все равно люблю, потому что ты ставишь мне лайки, ты даешь мне жрачку. Благодаря вам я существую, ребята, ради вас и для вас. С вами был Азатин Крит. Всего доброго. С вами был Азатин Крит.